Здравствуйте, уважаемые мамы и папы, дедушки и бабушки! Сегодня мы поведем разговор на тему, о которой вы стали спрашивать в последнее время. Я так понимаю, что наступает осень, сезон заболеваний, сезон простуд и очень много вопросов по поводу различных заболеваний верхних дыхательных путей ребенка. И, соответственно, спрашивают, как лечить, как правильно заниматься, как помочь ребенку. И вот мы сегодня с вами поговорим о таком симптоме, который встречается практически всегда в зависимости от заболеваний, от простуды. Речь пойдет о кашле. И вот здесь очень нужно понять следующий момент. Я несколько слов скажу сначала о том, какой бывает кашель, что это такое вообще. И в конце мы остановимся на способах его лечения. Значит, кашель на самом деле – это защитная реакция организма. Это рефлекс, направленный на защиту, на очистку бронхов и верхних дыхательных путей. Потому что бронхи – это нежные дыхательные пути. На защиту верхних дыхательных путей от инфекции, от микробов, от грязи, от слизи. То есть это всего того, что мешает дыхательным путям осуществлять свою основную функцию – проход воздуха для обмена кислорода и углекислого газа. Когда что-то попадает на дыхательные пути, они раздражают это что-то ненужное, раздражают слизистую оболочку, в том числе и бронхов. И вот такой бронхиальный кашель, да, не верхний поверхностный, а более глубокий. И все это дело рефлекторно выбрасывается за счет сокращения мышц. А поскольку это все проходит и через голосовые связки, то это слышно в виде кашель. Значит, кашель может вызываться двумя причинами. Значит, первая причина заключается в том, что при раздражении бронхов вырабатывается слизистая оболочка. Бронхов вырабатывает большое количество слизи, которое называется мокрота. И вот эта вот жидкая слизь очень быстро загустевает и раздражает слизистую оболочку. Организм пытается от нее избавиться. И при таком кашле вы слышите даже звуки, хрипы, какое-то бульканье. Ребенок откашливает и выкашливает вот эту мокроту. То выплевывает, то глотает. На самом деле, если глотает, ничего страшного нет. Она попадает в пищеварительный тракт и выводится из организма через почки и через каловые массы. Поэтому она в организме не живет, не засоряет его. И, соответственно, другая причина, которая вызывает кашель, сужается диаметр бронхов, просвет. Что-то вызывает сужение, не хватает воздуха и такой кашель сухой. И если внимательно прислушаться при таком кашле, мы можем услышать ни бульканье, ни освист. За счет того, что проход маленький, суженый, это все равно, что ветер проходит через какую-то узкую арку и завывает. Вот, как труба такая, да, вот, то же самое и в бронхах происходит. Что же вызывает сужение бронхов, мы об этом поговорим чуть позже. Так вот, соответственно, в зависимости от кашля существуют и определенные виды борьбы с этим делом. Значит, если мы говорим о кашле влажном, то есть то, о чем, собственно говоря, нужно выкашлить, удалить мокроту, то такой кашель, в принципе, давить не нужно. Это приведет к обратной реакции. Ребенок будет кашлять очень долго для того, чтобы все-таки очистить мокроту. Поэтому ваша основная задача добиться того, чтобы мокрота стала более жидкой. И тогда она легче будет отделяться. Поэтому обычно дают травы или какие-то препараты, основанные на травах, для разжижения мокроты. И после этого можно осуществлять определенные массажные действия для так называемого дренажа, для очистки организма от этой мокроты. А вот второй вид кашля, это кашель достаточно специфический. И напомню, он возникает из-за сужения просвета бронхов. Чаще всего сужение просвета бронхов или так называемый бронхоспазм вызывается аллергической реакцией организма. То есть ответ на какой-то аллерген. Из заболеваний такую проблему вызывает чаще всего либо астматический бронхит, либо престубронхиальная астма. То есть сужение просвета бронхов или бронхоспазм всегда заставляет думать о том, что у ребенка может возникнуть предастматическое или астматическое состояние. Еще раз напоминаю, это кашель сухой, со свистом. Причем в этой ситуации ребенку тяжело вдохнуть. Это выглядит примерно так. Со звуком ребенку тяжело вдохнуть, и он с усилием вдыхает. Вот это связано, потому что просвет бронхов сужен. Вот это бронхоспазм, и это настораживает именно с точки зрения возникновения астматического какого-то состояния. В лечении этого процесса необходимы препараты или травы, которые расширяют просвет бронхов. Так называемые спазмолитики или бронхолитики. То есть вещества, снимающие спазм, расширяющие просвет бронхов. Влажный кашель – это кашель, связанный с повышенным выделением мокроты. И наша задача – усилить это образование. Сделать мокроту более жидкой, более влажной, и так, чтобы она спокойненько выделилась. То есть нужно стимулировать ребенка к обильному кашлю. Чем больше он кашляет, тем больше мокрота выходит. Теперь бывают ситуации, когда сужается просвет не только бронхов, но и гортани. И тогда возникает заболевание, которое называется лярингит. То есть ляринг с полотеней гортань. Этот спазм гортани, иногда его называют стеноз гортани. Заболевание достаточно тяжелое. Заболевание требующее экстренного вмешательства. Потому что возникает удушие. Ребенку тяжело вдохнуть, тяжело дышать. Дыхание даже может остановиться полностью. Ребенок может задохнуться. Поэтому, если вы слышите, что у ребенка начались тяжелые вдохи, шумный вдох, это ситуация, требующая резкого и быстрого вмешательства. Что нужно делать? Значит, прежде всего, такая ситуация требует быстрой ингаляции. Значит, вот мне некоторые мамы писали, что они пробовали работать с ребенком с помощью ингалятора, и ребенок не хочет ему. Проблемно, он боится, плачет, не хочет. Не надо заниматься ингалятором. Все можно делать гораздо проще. Значит, включайте. Если это стеноз гортани, если это острая ситуация, значит, у вас нет времени ни на какую другую подготовку. Вы делаете совершенно определенные действия. Первое. Включаете в ванну, закрываете двери, все. Включаете в ванне кипяток. Ну, максимально горячую воду, наполняя ванну этой горячей водой. Как только в ванне образуется пар, то есть это не обязательно должно быть большое количество воды, но вода идет, испаряется, получается пар. Вы в эту воду, в ванну высыпаете, ну, скажем, для начала одну треть пакета соды. Просто высыпаете в ванну, вот. И дальше входите в это помещение с ребенком на руках. Он будет беспокоиться, он плачет, потому что ему тяжело дышать, ему страшно. И вот вы в эту комнату, заполненную паром, входите с ребенком и находитесь там несколько минут, и вы чувствуете, что от этого воздуха, от этих паров, ребенку становится легче. То есть бронхоспазм снялся. И вы благополучно возвращаетесь домой, в комнату. Обычно должно быть влажно в этой комнате, она должна быть хорошо проветрена. Как сделать влажно? Просто бросьте мокрую тряпку на пол или куда-то повесьте. Чистую, естественно. Иногда этого достаточно, чтобы увлажнить воздух. А как бороться с кашлем, который влажный, который нужно отделить мокроту, мы расскажем при нашей следующей встрече. А сейчас я благодарю вас за внимание. До новых встреч и берегите себя.